огромный рупор огромный с резонаторами центре ротонды это пипец товарищ это ничем советским не пахнет верно что такое метро вот как мы видим для кого-то это способ помедитировать окунуться в собственный мир прислушаться к внутренним ощущениям и действительно место она особенная на наполнена разными энергиями и наверное какие-то интересные мысли придут ну а для меня метро это прежде всего некая машина времени машина времени которая напоминает и подсказывает что были времена другие что были времена когда люди помнили о фрактальности фрактальной красоте вот эти все излучатели резонаторы и прочее расположены в идеальном порядке они расположены фрактально то есть они имеют какую-то цель техническую цель как вы видите ничем советским не пахнет никакого гигантомании гигантизма присущие советским построекам прямым линиям кубизму и прочим ужасом типа того что мы видим на красной площади мавзолей ничего подобного с чего такое изменение резкая причем и ярким примером служит одна из станций давайте посмотрим какая метро павелецкая монолит вот как это нарезали да я немножко покажу освещение потому что по освещению следующий ролик третью часть по метро сделает евгений макаров но мельком все-таки не могу отказаться от того чтобы показать вам что эти светильники явно рассчитаны не на провода и вот это все качество говорит о том что все-таки что-то было здесь раньше чем официальная дата постройки метро посмотрите на эту прелесть для меня метро это машина времени машина времени которая позволяет окунуться в то время когда все было иначе шишечки шишечки который один в один упоминает шишечки противовесы по всему миру во всех старинных допотопных люстрах интересно как это все сделано понятно что 3d станков еще не было ни в тридцатых не даже в семидесятых годах понятно что такое количество мрамора нереально как-то изготовить индивидуально для каждой станции понятно что такие проходческие щиты чтобы сделать вот эти вот конусообразные своды нереально что эти шишечки для каждой выливать для каждого светильника для каждой люстры нереально посмотрите на эту прелесть ну явно другой материал явно вот это вот лицо чуть чье-то чужое впихнули галера а как галера к танкистам относятся вообще вот танкист а вот галера вот танкист а вот садик на лошадь понятно что это георгий победоносец что символы к танкисту никакого отношения не имеет что сам танкист топорно выполнен и белее чем другой мрамор то есть видно что мрамор с другого месторождения как этот танк это более белый материал на ощупь танк можно впендюрить и позже станция метро комсомольская если это сталин делал появите маус то есть и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Красоты! Что так строили? И решеточка там с резонаторами и излучательными для чего-то. Не для красоты явно. Офигеть! Нет слов. Просто офигеть! Сходим посмотрим что там еще. А там много чего интересного. Там индивидуально тоже на каждой станции сделаны мраморные какие-то изразцы перила с вылитыми металлическими вставками. Явно не советского стиля. Ну явно Сталин машину сделал. Фашина! Вот это все мало похоже на оружие красноармейцев. Конечно! Даже на советскую армию это не похоже. Субтитры делал DimaTorzok Ну это какой-то новодел. Конечно! Петрушин! Есть ли это Петрушин? В чем сомневаюсь? Типа Суворов. Но-но! Что могли подрисовали позже, чтобы так-то прилепить это к советскому времени. Придуманные истории. Вот то, что нельзя изменить вот эти светильники, вот эти мраморные все брельефы, которые на 3D станках с ЧПУ не сделать сейчас. Вот это все осталось. Как вот эти пластины на потолке, не знаю зачем. И уникальные своды. И светильники явно не для проводов. Смотрите следующее видео Евгения Макарова. Специально по освещению метро. Резонаторы мраморные. Это не лепнина, это не гипс. И этот стиль везде. Прямо как на верхушках колонн. Динамики двойные. И что-то мне кажется здесь было. Может быть просто рекламные какие-то плакаты были, висели. Но может быть что-то и другое. Потому что тут потолок весь забелен. Весь. И интересен как вот этот вот свод делали проход. Он тоже круглый. То есть скорее всего проходческий щит был. Но как его развернули перпендикулярно к другому своду. Ну и естественно индивидуальные, уникальные, вылитые какие-то. Я даже не знаю как это назвать. Но это металлические. Контуровка какая-то металлическая. К витражам. Ну явно не советский стиль. Явно это стоит огромных денег и огромных ресурсов. Которых в советское время было не так уж много. Если делать по традиционной психологии. Если с технологиями. Если со свободной энергией. Да. Это не сложно. Ну вот мы видим здесь витражи оригинальные по контуру. Но в центре впендюрили что-то советское. Смотрите. Узоры явно допотопные. Тот самый единый архитектурный стиль. Греко-римский. Который по всей планете един. Цветочки, вазы и так далее. Ну естественно мимо этого тоже пройти сложно. Вот чем это резали в 30-е даже годы. Изложенное в предыдущем видео предложение. Это тизер. Такая замануха для одного тролля. Для нескольких троллей. Которые пытаются меня как-то обвинить в чем-то. Предложение сделать вот подобное. Хоть за 100 тысяч, хоть за 200. Вручную практически. Идеальная форма светильника, да? Оно в силе. Вот такой светильник сделать даже сейчас, даже с использованием алмазного инструмента, мягко говоря, сложно. Из чистого мрамора. Картинки можно любые ставить. А потолок это не просто потолок. И вот такие своды сделать из камня. Вот такие держатели для светильников. А это явно держатель для светильника. Вопрос, что светило 200 лет назад там? Вот как это сделать? Причем чистый белый мрамор. Слишком чистый, слишком белый для природного. Никаких вкраплений, прожилок, узорчиков, паутинок и так далее. И рисунки. Как в Греции. В греческом зале, в греческом зале. И на полу интересные вещи. Они такие же, какие были. И это говорит о том, что вот такое производство было глобальным, в огромных масштабах и по всему миру. Вот это ни за какие деньги сейчас не повторить. В теории можно как-то там с танками 3D и прочее. Но вряд ли в то время. А если и можно было в то время, когда это все строилось. Даже не хочу официальные сказки говорить про то, как и когда все это строилось. Даже если можно было. Почему такие рисунки и узоры? Почему такие сложности? Почему не поставить стандартные лампы? Зачем вот эти все соединения? Вот противовесы и так далее. Что-то здесь не так. И мне абсолютно непонятно, как делались переходы между станциями. Потому что они по размерам один в один. Похоже на сами пути. Такие же своды арки. Станция Парк Культуры. И вот таких углублений много. Которые создавали стоящую волну. Помимо метро еще телепорт был? Возможно телепорт, да. И везде уникальные светильники. Везде уникальные материалы. И везде непонятно, как разворачивали проходческие щиты. Из центра станции вверх. И потом еще такой же свод. Уникально. То есть я абсолютно не представляю, как это технически сделано. Понятно, что я тупой юрист. Но может быть есть специалисты. Пишите в комментариях. Я благодарен тем людям, которые написали про сапог. Что там якобы лямка. Это, мол, не знак Велеса. А всего лишь в связи с того, что там прошита какая-то лямка была в сапоге этого партизана. Замечательно, спасибо. Отличная версия. Я допускаю, что она имеет место быть. Что там прострочили треугольником для какой-то нужности и крепости. А не двумя, допустим, не прямоугольником и не двумя линиями. Спасибо вам. Ваши комментарии помогают. Ну, давайте просто полюбуемся на станции Октябрьской красотой, которая осталась от прошлой цивилизации, от человеческой цивилизации. Когда экономика не стояла на первом месте. Когда, если нужно было ресурсы, они находились. Никто не думал, что нужно будет платить кредиты и так далее. Когда было всего много, и людей, и ресурсов. Было тепло. И вот такое было по всему миру. Это явно не в честь каких-то революций. Октябрьская революция, либо ноябрьская, неважно. И такие светильники везде. И вот этот тупичок, он тоже для чего-то нужен. То есть за этой решеткой что-то стояло. Хотел бы я знать, что там стояло. Для чего-то же это сделали, это углубление, эту нишу. И что-то за ней было, какое-то оборудование. Сейчас убрали, а решетка осталась. Ну, не демонтируй же такую красоту. Слишком сложно. Прилепили сверху звезду, хотя тоже не факт. И оставили все как есть. Давайте просто полюбуемся. Оно того стоит. Не все могут вживую прийти в метро. Поэтому для тех, кто не может выделить время и деньги для путешествия в Москву, я делаю это видео. Это не бла-бла, не зачитывание чужих статей. Это реальные съемки, чтобы вы сами посмотрели и сами сделали вывод. Тогда и как это построено. И тут уже не важно название станции. Тут вообще не важно, что я говорю. Лучше меня вообще не слушать, а делать выводы самим. На это, в общем-то, все мои видео рассчитаны. Включая слайд-шоу, видеоряд, фотографии, чтобы вы думали сами. Я не люблю монотонно говорить какую-то информацию для того, чтобы что-то вложить в голову. Наоборот, я делаю паузу, чтобы люди выключили из измененного создания. Чтобы это состояние ушло, чтобы включился мозг. В совпадении? Не думаю. Я хочу, чтобы люди сами думали, почему такие своды? Что здесь раньше было? Почему это типичный готический собор? Вот, судя по толкам, это готический собор. Зачем вот эти ниши там? Почему вот эти резонаторы? А, звезды это резонаторы. Это я показал в предыдущих видео. Спасибо техденсеру. Ну, это просто прелесть. Это выше всяких похвал и даже не нужно ничего говорить. Просто скамеечка, которую сейчас не сделать. А если сделать, то огромными усилиями. Такие же динамики. Форма не случайна. Вопрос, какие энергии тут гуляли раньше? Огромная высота потолков. Это невероятный титанический труд. Даже отделать вот эту станцию так. Просто отделать. Не говоря уже о том, чтобы сделать сами тоннели с такой точностью. Повторяю. Вот это сделать нереально. Ни за какие деньги сейчас. Тем более без использования алмазных инструментов. Поэтому, пожалуйста, кто хочет, повторите. И смотрите. Вот это точно искусственный мрамор. Колонны из искусственного мрамора. Они явно белее тех пластин, которыми выложен весь остальной ряд. Ну и потолок просто роскошный. Мы видим готические розетки. И слишком странные светильники. Просто слишком странные. Вот это... Это явно чуждое изделие. Не было ее тут. Не росло. Да, совершенно верно. Это просто фаянсовая какая-то сделанная в недавнее время хрень. И вот то, о чем я говорил. Переходы, которые тоже непонятно как сделаны. И вот эти детали явно излишни. Их не объяснить с точки зрения современного строительства и технологий. Они просто не нужны. Если такие своды еще можно как-то написать, описать, то вот эти фрукты, которые, ну, явно в нашем климате не произрастают и вообще непонятны. Напоминают мне те самые, которые в Питере на домах 200-300 летней давности постройки присутствуют. И вот эти все вазы с этими завитушками, ну, явно не советский стиль. Станция метро, парк культуры. Фигуру могли поменять. Знакомые излучатели. Знакомые излучатели. Снимаем. Знакомые излучатели. Снимаем. Знакомые резонаторы Наверху всех калкон Всех храмов практически Те самые динамики Полукруг принимающий волну Чуть выше в храме В храме Магнитрон Уникальный потолок А вот мы и вышли На этом изучение подземной части Заканчивается Просто покажу вам типичный выход из метро Это типичный тоже Полугреческий храм Ничем советским там и не пахнет Многие здания просто И выходы метро И рядом стоящие, например, музеи Москвы Явно допотопные Судя по высоте входа Он не для людей Музей Москвы Рядом что мы видим? Мы видим красоту Да Оставшийся это потоп на красоту Фашины Это вот что? В советское время так сделали? Вот я лишь не сомневаюсь Во славу советского оружия Да Глаз Фашины, фашины, фашины Либо, наверное, в честь фашистов Итальянских А это что такое? И тут фашины Шушечки и фашины Красота Это как в Питере Вот это вот нахрена Чтоб не въехали лишний раз Сомневаюсь Сомневаюсь Другая функция Это типичный Как в Питере Как Заборчик Как в Вашингтоне Как в Риме Один Это явно С прошлой цивилизации Явно Ну и на этом мы, пожалуй, закончим наш экскурс на сегодня Вот такое же мы можем видеть и в Костроме, и в Питере, и в Орле Я это все показывал Это говорит о том, что это здание имело другое предназначение Как, собственно, и многие другие здания Вот это говорят, что здание сталинской постройки Но это чушь полная Пишите в комментарии все, что вы думаете по этому поводу Добра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!